Да, привет. Здравствуйте. Сразу задавайте вопрос. У меня вчера было встреча. И... Это речи... Я сразу скажу, чем они занимаются. Это открытие счетов за границей, обшоры, и все выкающие из этого... Все выкающие из этого непонятно что. Короче, в связи с честно, что она задала мне на встрече 4 вопроса. Самое главное. У них есть. Ну давай эти вопросы. Они уже работают со штатами. Первый вопрос. Обязательно ли привязка к американской сим-карте для того, чтобы управлять своим аккаунтом онлайн? Нет, не обязательно. Проблема в том, что... Как она мне пояснила, что смс не доходит. Можно ли... Если смс хотят, если смс хотят, то нужно американскую сим-карту. Если не хотят смс, а просто просматривать e-mail, и можно через e-mail проходить, то не обязательно американская сим-карта. Многие не пользуются смс-кой. Я еще даже в Америке живу, я не пользуюсь смс-кой в банках. У меня все по e-mail. Алло, ты пропал. Ты пропал. Я говорю, что можно по e-mail. Давай следующий вопрос. С российским это mail.ru может быть или это... С любым e-mail. С любым e-mail. Даже с африканским. В любом банке? В любом банке. Окей. Так, второй вопрос. Есть ли консультант, способный понять клиента и проконсультировать, в каком штате ему будет лучше? Есть. Есть. Это я, этот консультант. Я могу открыть таблицу налогов по штатам. Бесплатно. Если это короткая консультация, то бесплатно. Если длинная консультация, то 100 долларов. Сколько консультация, это сколько времени? Короткая, это 3 минуты. Длинная, это полчаса, час. И они очень интересовались, в каких штатах это все открывается? В любом штате можно. В любом из 50 штатов можем открыть. Да, я не говорил об этом. Но там вопрос внимательный. Вопрос в том, что там есть штаты без налогов. Можем без налоговых штатов тоже открыть. В Флориде можно без налоговый штат. Там можем открывать. Многие там открывают. У меня сама несколько компаний открыты во Флориде. А какой налог будут платить? Ну там, я знаю, что ты какой-то федеральный. По налогам мы с тобой давай сделаем отдельное совещание. Ну мне надо компьютер взять. Я не помню. У меня есть цифры. Бухгалтерам мне дают эти цифры. Я их могу тебе задиктовать. Завтра я возьму компьютер. Сейчас мне компьютера под рукой не надо идти в офис. Хорошо, я тебе сделаю. У тебя будет все цифры. Мы тоже. Мы тоже. Мы дадим данные все. По налогам я тебе дам. Кто что есть в компьютере у меня. Офис. Сессия завтрашнего вечера в 30 часов. Угу. Значит, до 3 минуты стоит свыше 3 минут, 2 часа это 100 долларов. Пропал плохо слышно. Еще раз скажи. Я говорю, до 3 минут это ничего не стоит? Да, да, да. Правильно. Слышать 3 минут это 100 долларов, до 3 часа. Правильно. Так, третий вопрос, который хочет знать, у них вообще там есть партнер. Попал ты опять. У тебя очень плохая связь, Вячеслав, очень плохая. Очень плохая связь у тебя, тебе на провайдера поменять. Ну, я не слышу тебя, я слышу через слово, через слово. Да. Ну, раньше было хорошо. Ну, еще раз тогда повторяю вопрос, я не слышал ни слова. Что входит в сумму 1500 долларов за открытие аккаунта в банке? За открытие счета. Что входит в эту стоимость? Идет человек, идет человек с доверенностью и открывает счет. Вот это стоит 1500 долларов. И высылка карточки, и настройка онлайн аккаунта. Высылка карточки, и что еще раз? Настройка онлайн аккаунта. Настройка онлайн аккаунта. А можем мы к этому как бы дорисовать для убедительности? Да. Там какое-то получение IT-номера либо от Social Security. Это в открытие IT-номер входит в открытие счета. Не открытие счета, в открытие компании изначально. Вот. А по поводу Social Security, причем ли Social Security это персональный документ. Компания отношений не имеет. Хорошо, 960 долларов уже включен. IT-номер включен, ну конечно. Просто нам нужно для клиента расписать как можно больше. Я знаю, я в медицине работала, я знаю, как в Украине это работает. А мы напишем, на что мы напишем, для больше убедителя. Мы не любим писать мусор, понимаешь? Мы любим писать факты. То, что мы делаем, мы делаем. Я открыл, ну не знаю, ну сотню точно, наверное. Несколько сотен. Не помню, не считаю, не веду учет этих компаний. Поэтому за 6 лет. Как-то все довольны. И четвертый вопрос, который ее волновал. Давайте сразу пойдем к делу. Есть ли человек, который будет вести в смысле бухгалтер, который будет обслуживать? Много бухгалтеров есть знакомых. Они делают эти услуги в разных штатах. Есть бухгалтер, да. Есть бухгалтер, есть. Есть бухгалтер, есть. Вячеслав, я не слышу тебя. Тебе надо что-то перезвонить, Вячеслав. Я не слышу ничего. Перезвони мне, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...